всем здравствуйте и добро пожаловать на канал сегодня я хочу объяснить как вижу вязала вот этого бабайку а также мы с вами вместе соберем его доведем до состояния полной готовности и так изначально туловище вяжется одной деталью у меня во всяком случае связано она одной деталью вы можете вязать два круга единственное что у меня но сейчас я объясню один круг связано у меня вот такой пряжи это травка не помню как-то она аризона розетти аризона не знаю мульти колор что ли как-то она называлась при продаже там название было что вот видите она как бы трехцветные и вот такой эффект у нее перехода от одного цвета к другому за счет чего игрушка получается вот такой неоднородной по цвету итак набираем связана она у меня на спицах наверное вроде я ее вязала на спицах но можно и вязать крючком можно на спицах здесь я объяснять конкретно по количеству петель не буду я просто объясню как связано у меня и так у меня связано 2 получается но вот один круг вот отсюда я набирала и вязала как бы вот по кругу связан здесь вот немного не дошла такое расстояние оставила для набивки вот этой нижней части и продолжила увеличением также как вот я вязала бы вот отсюда навязала наугад не считаю сколько там я прибавил это просто уже на ваше усмотрение если вы желаете одинаковые вот кружочки связать можно одинаковые но интереснее вот я повернула вот это вот часть больше я повернула и так и так но вот когда вот это большая часть вверху вместо головы то смотрится она интереснее гораздо это у меня булавочками прикреплены детальки еще не пришиты поэтому не очень интересно смотрится но такими торчульками далее здесь связано получается вот круг он немного не закончен и я сделала у бабочку вот так вот у бабочка вот в этой части убавлено и чуть-чуть совсем провязана и получу и в конце уже завершена то есть вот так вот можно вязать и наоборот что вот эта часть начинается что то есть здесь вот в общем на ваше усмотрение либо можно сначала начинать ну как вот если вы по-другому вязать сначала начать вот отсюда добавить петельки провязать чуть-чуть по прямой потом увеличить количество петель и вязать большим уже с большим количеством увеличивая и так получается что здесь опять заузили и пошли дальше когда доходим вот до сюда до окончания вязания здесь можно завершить либо все в кучку их все вместе соединить ну или там оставить какое-то расстояние и убавлять как положено если крючком вяжите на спицах я не настолько мастер конечно вязать но там уже смотрим по рисунку не по рисунку конечно по убавки или через одну по 2 вместе или каждые по 2 вместе убавляем это уже на ваше усмотрение я сначала попробовала вот так изначально мне хотелось чтобы вот этот вот выступ был внизу что как бы ножки вот сюда шли но когда я примерила мне понравилось что так он интересней и сидит и на голове здесь получается глазки будут глазики тоже она вот на вот этой вот части которая заужена она смотрится интересно поэтому можете его так можете по-другому связать вот как желаете и повернуть точно также можно вот сюда ножки сделать что здесь ножки будут а можно здесь глазки так вот у меня будет дам ссылочку на то как опять же приблизительно как я соединяю ручки вот вижу вот такие вот ручки и пальчики я не на этой ручке но показала немного хотя бы чтоб вы знали как я соединяла как я вязала вот такой вижу такое такие ручки и пальчики ну а сейчас еще объясню глазки вот такие у меня глазики я их решила не вязать а сделать из трикотажа вот такой белый трикотаж белая и также синтепон скручиваем кусочек синтепона вставляем так вот трикотаж и завязываем ниточкой вот с обратной стороны видно просто завязана но я вам к сожалению сейчас секундочку решила все таки показать как я делала глазки вот так закрутила и раза на два можно за закрепить закрутить просто затянуть не верю ниточку и также вот таким способом два или три раза затянуть чтобы не сшивать ну так и считаю в общем то достаточно будет вот сейчас здесь отрезаем и наш глазик в полу готовности уже находится такая заготовочка здесь приклеены глазки пластиковые купленные в магазине вот это вот из кожи вырезала я овал так вот допустим овал и согнула вот в этой части намазала клеем и вот это вот века получается оно двойное вот так сейчас у меня приблизительно все запчасти туловище прикреплены и мне вообще-то хочется в начале сделать глазки от этого уже я буду смотреть как мне захочется расположить ушки относительно глазок но глазки однозначно я решила прикрепить вот сюда так как вот по прикладывала здесь что-то как-то не не очень нравится а вот на вот это именно части где у меня задумано было ну как бы вернее не задумано задумано было по-другому немножко но вот на этой части как бы получается что вот здесь вот поуже голова и она здесь как будто щеки и она смотрится поинтересней и вот давайте смотрите прикладываем вы точно так же если решите сделать такого бабайку вы можете глазики готовые по прикладывать так вот как вы хотите можно их пошире можно вот так сделать ну в общем все на ваше усмотрение но я что-то вот остановилась вот на таком вот так чтобы они у меня были пользоваться буду клеем момент можно конечно пришить можно вот это вот все пришить но я буду приклеивать во первых это и побыстрее в общем то хуже качество игрушки от этого не будет наклей клей наносим не слишком мало так чтобы хорошо приклеилась так как пряжа пушистенькая то кажется еще более удобно работать с такой пряжей вот приклеивая она получается мы приклеим и вот эти мохнетки потом прикроют все крайние части которые присоединены к туловищу так я пока становлюсь так и нанесу клей на вторую на второй глазик и одновременно их чтобы приклеить чтобы не оказалось так что они что-то там у меня по-разному будут так проверяем вроде все нормально прижимаю покрепче здесь можно приделать еще реснички я пробовала смотрится очень интересно с ресничками ну не знаю я буду нет делать ему посмотрю если что уже в самом завершении потому что вот сейчас нужно и глазки придавливайте все поэтому чтобы уж наверняка не повредить реснички их приклеивать нужно в самый последний момент можно было глазки связать точно также вот эти кругляшки беленькие можно любого цвета какого вы пожелаете можно не знаю телесного цвета можно вот эти веки тоже сделать вязаные но у меня вот они будут такими ну и что еще сейчас вот буду я смотреть носик у меня или его повыше сделать или оставить как и видите и вот и вот мы видим убежала наверное я сделаю повыше чтобы вот так вот мордочка была ну и чуть позже увидимся сейчас попытаюсь еще выровнять на камеру не очень удобно это делать но вот видите сразу как вот нам лучше ну и также вот эти остальные части можно изменять не так не нравится наверное вот так и сейчас буду я делать без камеры приклею и встретимся снова вот я носик делала и ротик ротик пришли пришила не очень удобно пришивать из-за мохнатой шерстки шерстки но принципе нормально ну и носик можно закрепить или вот так вот чуть повыше чтобы он смотрел чуть позже еще посмотрю сейчас мне понадобится длинная иголка чтобы прошла сразу насквозь пришивать лапки и мне понадобится две прозрачные но я решила прозрачные потому что не смогла найти вернее у меня есть коричневые но они темненькие прозрачные тоже но темноватые а так как туловище светлое поэтому я решила сделать светлые светлые пуголочки продеваем в лапках у меня тоже каркас вставлен тоже они могут гнуться так самую нижнюю часть наверное будем пищевать здесь захватываю пуговичку ступаю рядышком во вторую дырочку пуговицы и ступаю обратно выхожу там где ступала здесь использую нитки джинс тонкие не для вязания тонкие для шитья джинс также подцепляю пуговку еще раз прошиваю уже с двух сторон пуговки но так поступить можно несколько раз у меня иголка тонкая не помню какой-то фирмы хороший потому что я в общем-то брала и дешевые иголки есть но они с такой легкостью не ступают бывает в синтепоне где-то они застревают вот и сегодня я пробовала другой иглой чуть потолще она она уже настолько легко она не проходит в вязанное изделие в игрушку конкретно в нашем случае стягиваем что-то мне не нравится ну что с лапками пришлось мне изменить немного тактику и я взяла иголку чуть потолще и соответственно нитку тоже было батик наверное взяла потолще и только на один раз стянула лапки здесь конечно же пуговички не вставила потому что иголка не проходила и вот что я имела ввиду вот смотрите вот если потолще иголка она не проходит вот в ушки застревает а вот которая потоньше была она проходила но не проходит в но там опять нитка не поместилась бы не вошла в ушко и так у меня малыш сидит здесь ручки сейчас я хочу сделать что-то он мне кажется у меня слабовато набит можно было поплотнее но ручки я пришью отдельно каждую просто цепляя вот за одну часть туловища и за вторую ну и увидимся чтобы не затягивать внимание ваше чуть позже когда я пришью ручки ну вот я уже пришила ручки гнуться можно так можно поднять что нужно что-нибудь в ручке ему дать вот получается и сейчас перехожу к ушкам осталось пришить ушки тоже можно посмотреть как их сделать либо так торчком можете написать в комментариях как вам больше нравилось и совпадут ли наше мнение потому как я пришила ушки даже не знаю и так хочется нужно вообще вот так сделать но он уже немного по-другому изначально конечно мне нравится когда они вот так вот торчали сейчас что-то я не хочу так хочется чтобы он вот так немножко поприжал их более добренький смотрится когда они у него не торчком ну наверно остановлюсь вот на таком варианте и пришлю их немного поджатыми ну опущенными вниз он мне кажется помилей так смотрится вот мой бабайка готов не знаю еще подумаю можно было бы ему конечно жилеточку какую-то такую яркую связать чтобы он выглядел более нарядно ну и конечно же при желании реснички будут его конечно же украшать он будет больше похож я так думаю на него в на девочку потому что он прямо так преображается у него взгляд меняется когда появляются реснички но я пока реснички не не готова сделать возможно еще подумаю и сделаю но сейчас заканчиваю свое видео тем что вот такой баба и он уж получился мы вам машем до новой встречи спасибо всем за внимание буду очень рада если вам понравится данное видео ну единственное конечно минус то что я не показываю сам процесс вязания но так как кто смотрит мой канал знаю знают что я его вязала когда мы пребывали с дочерью с дочерью в реабилитации он нам центре у меня не было возможности вязала от случая к случаю поэтому полный мастер-класс у меня не получилось снять но если у меня еще получится добавить я не знаю продав продолжение если удастся то удастся если нет то я обязательно либо внизу скину ссылочку либо в конце видеоролика дам ссылочку на видеоролик где показываю как вязать вот такую ручку бабайки ну а все остальное думаю не так уж и сложно лапка вяжется просто по прямой хотя можно точно так же вот отдельные пальчики связать и пришить ну я вообще-то думала на него одеть носочки у меня где-то у дочки есть у кукол носочки но к сожалению поблизости я не знаю где они у нее находятся а там бы я показала как он смотрится в носочках ну а я подумаю возможно еще и носочки ему какие-нибудь пестренькие свяжу на этом мы с вами прощаемся до новой встречи всем успехов вязание и мы вас очень любим пока пока